Прошло немало лет с тех пор, как женщины вошли в бизнес, однако до сих пор к этому относятся неоднозначно. С целью доказать, что дамы справляются не хуже мужчин, организован конкурс «Леди бизнес» Подмосковья. По итогам муниципального этапа от Истры в финал прошла директор сети магазинов «База цветов-24» Алена Селезнева. Сегодня она спокойна и воспринимает состязание больше как праздник, нежели как напряженную борьбу. Настоящему лидеру титулы не нужны, поэтому будет победа за нами, не за нами. В любом случае мы идем по жизни с таким упорством и развиваемся. И поэтому, я думаю, самое главное – это тянуть с собой, подтягивать вот этой бешеной энергетикой других людей. Стоит отметить, что женщины-руководители составляют почти 30% Истринской торгово-промышленной палаты. Ее президент Сергей Капустин отмечает, что со слабым полом работать нелегко. Трудно, с женщинами трудно общаться. Как раз это вот те методы, которыми они пользуются для достижения своих целей. То есть неудобные, нестандартные и зачастую прям очень конкретные. При этом Сергей добавил, что конкурс дал ему толчок к пониманию женских проблем в бизнесе. Как правило, бизнес, где руководители женщины, более устроен, там больше внимания уделяется социальным вопросам. Ну, потому что женщинам более понятна бытовая ситуация их сотрудников. Идея организовать конкурс «Леди бизнес» Подмосковья принадлежит руководителю Чеховского отделения торгово-промышленной палаты Алексею Кокорину. В конце мая он с коллегами провел первый муниципальный этап у себя в городе. Затем появилась мысль расширить границы. Конкурс прошел, вроде бы не плохо. И мы решили через систему торгово-промышленной палаты Московской области, потому что, по сути, есть объединение, которое способен организовать такой масштабный конкурс. Такие строки. Показано за последующие два месяца у нас прошли, вот видите, здесь 35 подписок, уже 36 финалов. Областной конкурс включает в себя три этапа. Первый – видеопрезентации. Рассказ, который содержит ответ на вопрос, почему муниципалитету со мной повезло. Кто напишет сценарий и проведет мероприятие до 12 часов нон-стоп, этот человек наверняка нужен вам. Поднимите, пожалуйста, руку, кто нуждается в своем окружении в таком человеке. А повезло только броницам, потому что все эти суперспособности есть у меня. Второй тур – викторина. Здесь финалистки должны показать свои знания в области истории Московской области, экономики и бизнес-этикета. К итоговому заданию это выступление на тему «Почему я, леди бизнес в Подмосковье?» допустят лишь 11 участниц. Остальные на этом заканчивают борьбу. Посмотрите, здесь можно познакомиться с каждой из участниц. Вот наша Алена Селезнева. Пожалуйста, здесь вся информация о ней, о том, что она сделала и почему она достойна победы. Символическим образом базой цветов 24 стала девушка вот в таком нарядном платье. В России не отстают и конкурентки Алены из городского округа Королев. На них дизайнерские костюмы с изображениями достопримечательностей города. У нас выиграла наш муниципальный конкурс Елизавета Соколова, которая занимается дизайном. У нее своя фотостудия. Она как мама маленького ребенка, любящая мама, любящая жена. Вот она как креативный человек, успешная бизнес-леди. Она сегодня представляет городской округ Королев. И сегодня это наша поддержка, это наша команда. Мы сегодня надеемся, что она победит. Очень много сильных по духу и, наверное, именно по структуре бизнеса. Здесь девушек собралось, очень достойные конкурентки. Я думаю, что у нас просто разная направленность. В любом случае мы все победительницы. Я считаю, по-моему, в субботу на дне города, это было общее мнение всех жителей округа, что мы уже победили, потому что так как в параде приняла участие компания Алены, было понятно, что это всегда победитель. Поэтому мы надеемся, что это будет признано и жюри, и всеми участниками, будет поддержано интернет-голосованием. Но для нас Алена всегда получатель гран-при любого конкурса. По результатам второго отборочного тура Алена Селезнева вошла в число суперфиналисток. Но прежде чем перейти к третьему этапу конкурса, депутат Госдумы и член жюри «Леди бизнес» Подмосковья Оксана Пушкина объяснила, в чем проиграли остальные участницы. Вы бизнес-сообщество, вы не женские истории. Поэтому в презентации про бизнес лишь у некоторых. То есть мы друг друга переспрашивали, а чем она занимается. Такого быть не должно. В минуту. О чем эта история, мой бизнес, какие у меня бизнес-показатели. И вот это все. Эти слова суперфиналистки приняли во внимание в своих итоговых эссе. 16 лет назад это было 80 квадратных метров. Сегодня это 6,5 тысяч. 16 лет назад было 5 членов коллектива. Сегодня это 100 специалистов. 16 лет назад это была одна профессия. Сегодня это 18 рабочих профессий в одном месте. Однофамилица Алены Ольга Селезнева владеет крупным техническим центром по обслуживанию автомобилей. Казалось бы, совсем не женское дело. Однако Ольга сломала все стереотипы и одержала победу в конкурсе. Ольга Викторовна из Селезневой из Алицова. Это наша победительница. Это наша победительница. Из уст Оксаны Пушкиной сегодня также прозвучали слова. Если сравнять экономическую активность женщин и мужчин в стране, то ВВП значительно увеличится. У нас 54%. У нас гендерное преимущество в нашей стране. Мы самые крутые в этом плане. Если нас не включить, вам мальчики, в жизнь экономическую, страна потеряет очень много. Ваша задача нам не мешать где-то протянуть руку. Полина Громова, Михаил Моралов, Истрая Раф.